Добрый вечер, Латвия! С вами программа «Лучше знать» и я, Анна Васильева. Как обычно, мы подведем итоги недели и постараемся объяснить, что происходило и к чему это приведет. Главными на этой неделе стали локдаун и его друг Комендантский час. Локдаун, который с четверга ввело правительство, оказался настолько жестким, масштабным и всепроникающим, что, по сути, вытеснил все остальные события. И это справедливо, ведь он пришел в каждый дом и коснулся каждого жителя страны. А уже на его сером и нерадостном фоне Латвия побила сразу четыре ковидных рекорда. Мы в Европе первые по заболеваемости на душу населения, первые по госпитализации и первые по заболевшим за сутки, а заодно первые по темпу вакцинации. Вишенкой на этом некрасивом торте стал сайт, на котором создали список якобы самых активных антиваксеров. Дискриминация по вакцине, запущенная правительством, пошла в народ и переродилась в списки врагов. В сегодняшней программе мы не станем вдаваться в подробности запретов и их адекватность. Мы попытаемся ответить на те вопросы, которые пока без ответа и о которых спорит общество. И вот эти вопросы. Сверх жесткий локдаун. Кто виноват? Русские болеют чаще и реже прививаются. Так ли это? Сверх жесткий локдаун. Кто виноват? Самый мощный и нелепый ответ на этот вопрос дал наш первый министр Каринч. На пресс-конференции по локдауну ему задали вопрос. Не собирается ли премьер в отставку после всех провалов и неудач? И Каринч объяснил, что во всем виноваты плохие политики, которые были против вакцинации, плохие медики, которые плохо агитировали за вакцинацию, очень плохие люди, которые не хотят вакцинироваться. То есть кто угодно, но только не Каринч. Тут уместно напомнить, что экспертная группа ученых еще в июне предоставляла правительству Каринча анализ, который предсказывал и локдаун, и заболеваемость по 3000 человек в день и прочие наши сегодняшние реалии. Замечу, что эти данные простым людям доступны не были. Наши министры не нашли в себе решимости их публично использовать. В августе и сентябре все те же эксперты уже жестко давили на правительство, требуя срочных и жестких мер. Но безрезультатно. Хотя нет, результат налицо. Мы в нем теперь живем. Введение мягкого ЧАЭС, а через неделю супер-локдаун. Комендантский час и два десятка смертей в сутки. Почему правительство ввело себя так нерешительно? Почему не ввело мягкие ограничения и принуждения госслужащих к вакцинации еще в августе? Вот в этом действительно виноваты политики. Алдис Гобземс напугал правящих своим десятитысячным митингом и сорвал принудиловку. Помогал в этом и Айнар Шлессерс. И что? Они теперь плохие? Допустим. Но они не обладали той информацией от экспертов, которая была у министров. Значит, могли искренне ошибаться, отстаивая право выбора каждого человека. Но назвать хорошими тех политиков, которые всю эту информацию имея, не нашли в себе сил принять непопулярное и жесткое решение, тоже нельзя. Наши министры тоже плохие политики. Это доказало то, что то самое заседание, на котором обсуждали сценарий действий и тысячи потенциальных смертей, 6 из 14 министров попытались не прийти. Уехать в командировку, уйти в отпуск, заболеть, казалось им хорошим способом уйти от ответственности. Так что Каринж прав. В первую очередь виноваты плохие и безответственные политики. В их числе министры, его правительство и он сам. Два слова о плохих медиках. Медик не агитатор, он людей лечит. И не надо на него перекладывать ответственность за пропаганду. Тем более, что на нее ушли из казны миллионы безо всякой пользы и точно мимо медиков. Из плохих и виноватых в нашей стране остались простые люди, которых сейчас называют антиваксерами. Но они имеют право во что-то верить или не верить, а просвещать их и убеждать задача государства. Это можно было делать через открытость и честность, показывать и рассказывать, как умирают от ковида, открыть данные тех же экспертов. Можно было делать через принуждение. И правительство в итоге выбрало этот путь. Но с опозданием на пару-тройку месяцев. И принуждение оказалось эффективным. По 10 тысяч новых вакцинированных в день. Да, под угрозой потери работы. Но то, что эта угроза серьезнее, чем страх перед вакциной, говорит только о том, что можно было обойтись и убеждением. Но оно работает только тогда, когда власти доверяют. А это, увы, не наш случай. У нас случай, как правильно заметил политик Каринч, с плохими политиками. При этом отставка Каринча или его министров сейчас очень плохая идея. Стране и без того плохо, чтобы ввергать ее в хаос пересминки власти. Русские болеют чаще и реже прививаются. Так ли это? Ковид на прошлой неделе приобрел национальность. Его объявили русской заразой. Некий врач эстрады не заметила, что по ее мнению русских среди заболевших 75%. И началось. Депутат Сеймы, член правления национального объединения Янис и Ясалникс, написал в Твиттере. Латышские дети не смогут сейчас учиться и заниматься спортом, потому что колонисты, прибывшие в советское время, не хотят вакцинироваться и сейчас перегружают больницы. Просто так несправедливо. Русские политики тут же напомнили, что закон о языке не дает государству общаться по-русски с потенциальными больными. Министр здравоохранения Павлец тоже на это посетовал и затих. Повезло, что главный защитник госязыка президент Левец сам болеет коронавирусом и потому промолчал. Я предлагаю всем успокоиться. Наблюдения одного врача не имеют никакого значения. И никакая статистика национальности заболевших не ведется. Нет цифр, нет данных, нечего обсуждать. Не о чем спорить. Врачи высказались резко против такой дискуссии. И это очень правильно. Ведь под аппаратом ИВЛ язык не имеет значения. Для врачей важно, чтобы человек еще дышал. А на каком языке он скажет спасибо, доктор, уже пустяки. Но то, что такой вопрос вообще подымается и муссируется в нашей стране, говорит о том, что она больна не только коронавирусом, как и то, что даже ради здоровья всего народа с его частью нельзя говорить на родном языке. Но хватит о плохом и насущном. Поговорим о прекрасном и приятном. Через минуту у нас в гостях звезда мировой оперной сцены Инесса Галланта. Оставайтесь с нами.